Здравствуйте дорогие друзья! Вы на видеоканале Цейхгаус, канале для любителей военной истории. Если вам понравился ролик, не забудьте поставить лайк и подписаться. Приятного просмотра! Дорогие наши зрители и подписчики! Санкции докатились и до нашего канала. Монетизация отключена. Несколько лет наша команда выпускала для вас по 2-3 ролика в день в формате тележурнала. Теперь нам нужна ваша помощь. На экране вы видите номер карты Сбербанка, на которую вы можете сделать перевод. Кто сколько сможет. Во второй половине 30-х годов командование советских ВВС потребовало создать бронированный самолет-штурмовик, предназначенный для действий по живой силе и технике противника на поле боя и в ближних его тылах. Боевые действия в Испании и Китае в 37-38 годах доказали уязвимость низколетящих самолетов от огня противника с земли. Работа над созданием бронированного штурмовика велась в Советском Союзе сразу несколькими авиационными КБ, участвовавшими в конкурсной программе, получившей условное наименование «Иванов». Ильюшин официально не участвовал в программе «Иванов», но тем не менее в соответствии со своим представлением о роли и тактике штурмовой авиации он также проводил проектные исследования, которые получили выражение в поиске оптимальных сочетаний массы брони, запаса бомб, мощности пулеметно-пушечного вооружения, скорости и дальности полета. В январе 38-го года Ильюшин обратился в правительство с предложением построить спроектированный им двухместный бронированный штурмовик. Правительство поддержало инициативу авиаконструктора. Штурмовик Ильюшина, первоначально получивший обозначение ЛТАМ-34ФРН, то есть летающий танк с двигателем АМ-34ФРН, представлял собой одномоторный двухместный моноплан смешанной конструкции с закрытой кабиной, с полуубирающимися в обтекателе основными стойками шасси. Экипаж самолета составляли летчик и воздушный стрелок. В целом самолет оказался очень удачным по схеме и конструкции. Его размеры, формы, оборудование в дальнейшем уже мало менялись. Только его вооружение значительно усиливалось. Главной особенностью самолета являлся обтекаемый бронекорпус из высокопрочной броневой стали АБ-1. Броневая сталь имела хорошую ударную вязкость, что позволяло изготавливать методом штамповки броневые детали, имевшие сложную поверхность двойной кривизны. Новая броневая сталь и новая технология изготовления деталей позволили создать штурмовик не с навесной, как это было раньше, а с работающей, то есть включенной в силовую конструкцию самолета, броней. Все жизненно важные части самолета – мотор, экипаж, бензо и маслосистему – удалось спрятать в обтекаемый бронекорпус. В первом варианте воды и маслорадиаторы, системы охлаждения и смазки были выполнены подвижными. Общая масса бронирования составляла около 700 килограмм. К бронекорпусу крепилась деревянная хвостовая часть фюзеляжа с килем. Крыло и оперение были цельнометаллические, дюраля – алюминиевые. Рули обшивались полотном. Вооружение самолета составляли 4 пулемета ШКАС, смонтированные в крыльях, еще один ШКАС на оборонительной установке и 400-600 килограммов бомб. Эскизный проект штурмовика БШ-2, бронированный штурмовик 2-й, он же ЦКБ-55, был предъявлен заказчику в начале 1939 года. А уже 9 июля первый опытный самолет БШ-2 был построен. 2 октября 1939 года летчик-испытатель Кокенаки впервые поднял самолет в воздух. После проведения заводских и государственных испытаний в марте-апреле 1940 года было принято решение установить на самолете более мощный двигатель АМ-38. Кроме того, военными был сделан вывод, что самолет должен быть одноместным, чтобы за счет массы стрелка увеличить запас топлива. Необходимость защиты сзади для самолета штурмовика, если и не отвергалась совсем, то во всяком случае ей не придавали должного значения. Не предполагали, что в начале войны не хватит истребителей прикрытия для них. Ильюшину предложили изготовить самолет в одноместном варианте, что и было им выполнено к концу 1940 года. Новый одноместный штурмовик, первоначально известный как ЦКБ-55П, пушечный, впоследствии получивший обозначение ЦКБ-57, получил более мощный новый двигатель АМ-38 мощностью в 1625 л.с. В этом самолете для улучшения продольной устойчивости консоли крыла были отогнуты назад на 5 градусов. Вместо кабины стрелка в бронекорпусе были смонтированы 12-мм бронеперегородка и бензобак, что потребовало установки нового фонаря кабины с задним бронестеклом. Вместо четырех пулеметов ШКАС на ЦКБ-57 были установлены две 20-мм авиапушки ШВАК и два пулемета ШКАС. Он также нес 400-600 кг авиабомб и 8 Нурсов РС-82. Запас топлива вырос до 535 кг. Все это вместе взятое позволило увеличить скорость новой модели штурмовика Ильюшина у Земли до 423 км в час, в то время как его двухместный вариант показал только 362 км в час, а максимальная дальность полета возросла до 850 км. Новый самолет-штурмовик, принятый на вооружение ВВС Красной Армии под обозначением Ил-2, сразу же был запущен в серийное производство на трех заводах наркомата авиационной промышленности. Завод номер 1 в Москве, номер 18 в Воронеже и номер 381 в Ленинграде. Первый серийный одноместный Ил-2 был изготовлен в марте 1941 года, а уже в мае-июне они стали поступать в строевые части штурмовой авиации ВВС Красной Армии. Штурмовики Ил-2 быстро доказали свою высокую эффективность в начальный период Великой Отечественной войны. Они с успехом применялись в боях на дальних поступах к Москве в августе-ноябре 1941 года. И показали себя как действенное противотанковое оружие при штурмовке танковых и мото-механизированных колонн противника. Однако, в то же время, из-за отсутствия в 1941-м первой половине 1942 года советских истребителей сопровождения, потери штурмовиков Ил-2 от немецкой истребительной авиации были очень велики. Поскольку опыт боевого применения Ил-2 выявил необходимость принятия мер для защиты задней полусферы, в феврале 1942 года было решено вернуться к двухместному варианту Ил-2 в соответствии с первоначальной концепцией Ильюшина. Кабину стрелка оборудовали вне бронекорпуса, за бронеперегородкой заднего топливного бака. Спиной к перегородке на подвесной брезентовой лямке сидел стрелок, защищенный от огня со стороны хвоста самолета бронеперегородкой толщиной в 6 мм. Масса бронекорпуса в ходе доводки и изменений достигла 990 кг. Броня гомогенная толщиной от 4 до 12 мм. В переднем смотровом стекле монтировалась мозаичная прозрачная броня. Бронестекло толщиной 63 мм. Склеенная из кусков размером примерно 10 на 15 см. И дававшая лишь ограниченные трещины при попадании пуль. 20-мм пушки ШВАК были заменены более мощными 23-мм авиапушками ВЭЯ. Постановлением ГКО от 5 октября 1942 года Наркомату авиапромышленности СССР было дано задание внедрить в серийное производство двухместный самолет-штурмовик Ил-2М ТИП-2 с пулеметом УБТ для защиты задней полусферы на заводах номер 1, эвакуированном в октябре 1941 года из Москвы в город Куйбышев, номер 18, также осенью 1941 года, эвакуированном в Куйбышев и номер 30 в Москве. С третьего квартала 1942 года эти самолеты стали поступать войска во все возрастающем количестве. А с 1 февраля 1943 года уже все авиационные заводы полностью перешли на выпуск двухместных штурмовиков. Вскоре на доработанной машине Ил-2 ТИП-3 начали монтировать форсированный двигатель АМ-38Ф взлетной мощностью в 1750 л.с. В январе-феврале 1943 года двухместный Ил-2 прошел летно-боевые войсковые испытания на Сталинградском фронте, в составе 8-й воздушной армии. Присутствие стрелка-радиста позволило в ряде случаев действовать штурмовикам без прикрытия истребителями. Однако это давалось нелегко, и потери среди стрелков были очень велики. Примерно на одного погибшего летчика приходилось 7 убитых стрелков, так как голова и грудь их не были защищены. Наряду с конструктивной доводкой в ходе серийного производства непрерывно повышалась и огневая мощь Ил-2. Уже к лету 1943 года появляется модификация Ил-2 ТИП-3, вооруженная двумя подкрыльевыми 37-мм авиапушками НС-37 с боекомплектом по 50 выстрелов на пушку. Пушки НС-37 могли поражать любые немецкие танки вплоть до тигров. Они очень пригодились в Курской битве. Особенно эффективным оружием Ил-2 в борьбе с немецкими танками стали кассеты, содержащие по 192 противотанковые авиационные бомбы ПТАП кумулятивного действия. Одна такая бомба массой полтора килограмма прожигала танковую броню толщиной до 70 мм. При сбросе содержимого с такой кассеты на колонну танков с высоты 75-100 метров выводилась из строя вся бронетехника, попавшая в полосу шириной 15 метров и длиной 70 метров. Штурмовики Ил-2, вооруженные 37-мм пушками и кассетами с кумулятивными авиабомбами ПТАП, были успешно применены на Курской дуге против танков вермахта. Летчики-штурмовики также вели активную борьбу с железнодорожными эшелонами и автомобильными колоннами противника. Основным же назначением Ил-2, действовавших обычно в радиусе 250-300 км от своих аэродромов, по наземным и морским целям была непосредственная поддержка сухопутных войск в тактической и частично в оперативной глубине обороны противника. Борьба с танковыми и моторизованными группировками противника непосредственно на поле боя и в его ближних тылах, на переправах, при подготовке атак и т.д. Бронированный штурмовик Ил-2 стал одним из основных советских боевых самолетов Великой Отечественной войны. Его массовое применение явилось одним из существенных факторов успеха Красной Армии в разгроме противника в решающих сражениях, особенно во второй половине войны. Ил-2 оказался чрезвычайно живучей машиной. Так известен один штурмовик Илюшин, который, совершив более 150 боевых вылетов, получил в общей сложности более 600 повреждений крыла, хвостовой части, фюзеляжа оперения. Это был настоящий самолет-солдат, неприхотливый, устойчивый, крепкий. В одноместном варианте Ил-2 на одну боевую потерю приходилось 25 самолетов вылетов, в двухместном варианте уже 36. На фронте бытовало его название – летающий танк. Штурмовики Ил-2 составляли около 30% от общего числа всех советских боевых самолетов, изготовленных в годы Великой Отечественной войны. Общее количество выпущенных самолетов Ил-2 всех модификаций составило 36 163 экземпляра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok